Студентов вузов, техникумов и колледжей края привлекут всероссийской переписи населения. Ее основной этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Вопросы взаимодействия Хабаровстата, регионального правительства и учреждений образования в переписной кампании обсудили 13 января на совещании под председательством заместителя председателя правительства края. Это событие, оно такое глобальное, оно случается не каждый год, поэтому, естественно, мы не можем остаться в стороне. Естественно, что мы сейчас работаем и подключаем наши образовательные организации вузы, техникум и колледж для того, чтобы оказать помощь именно в переписке наших граждан, чтобы студенты или сотрудники учебных заведений были участниками этого процесса. Перепись населения проводится раз в 10 лет. Очередная перепись граждан должна была пройти в 2020 году. Но из-за ситуации с коронавирусом правительством Российской Федерации было принято решение перенести кампанию на апреле 2021 года. Особенностью этой переписи стала возможность ответить на вопросы удаленно в электронном цифровом формате. Выбор в пользу студентов в качестве переписчиков обусловлен тем, что для опросов будут использовать не бумажные анкеты, а планшеты. Нужно, во-первых, отметить, что данная перепись будет проводиться не на бумаге, а на планшетах. Здесь уже понятно, что и техническая грамотность должна быть соответствующая. Обучение будет проводиться накануне переписи, буквально нам нужно два дня, чтобы провести, протестировать, то есть обучить программе, которая будет установлена непосредственно на этих планшетах. Поэтому я думаю, что все будет отработано в течение нескольких дней. По данным Министерства образования Края, опрос на кампании в регионе подключатся учащиеся 10 вузов и 17 профессиональных образовательных организаций. Перепись для студентов – это не только возможность заработать и приобрести новый опыт, но и получить зачет за практику. В качестве переписчиков планируется задействовать 1419 студентов вузов и 649 учащихся техникумов и колледжей. Для формирования списков в образовательных учреждениях определены ответственные работники. Отметим, что в Хабаровском крае перепись началась с труднодоступных территорий в ноябре 2020 года. На сегодняшний день собрана информация о жителях 14 населенных пунктов Охотского и имени Полины Осипенко районов. По предварительным данным переписано 4812 человек, что составляет 86,5% от организационного плана проведения переписи. С 15 января специалисты начнут проводить подомовой обход отдельных населенных пунктов Николаевского района. Переписчикам предстоит собрать информацию о жителях 18 населенных пунктов. Предварительные итоги переписи подведут в конце текущего года. Официальные результаты будут опубликованы в 2022 году.